Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Volkswagen Passat B6 2007 года выпуска двигатель 2 литра бензин, автомат передний привод. Пробег на автомобиле 168 тысяч километров заменю на нем масло в двигателе фильтр воздушный, масляный и салонный. Подобное у меня видео есть, сделал давно, но там задавали вопросы, почему я не показал четко, как снимается колпак масляного фильтра поэтому пересниму видео и выставлю поднимаю капот поднимаю автомобиль, сливаю масло поднял автомобиль, снял защиту здесь что-то как-то все маслянисто вокруг лазил, лазил смотрел, смотрел, понять не могу откуда масло подкидывает вроде бы как сверху но теплообменник там вроде сухой вроде как с прокладки хотя возможно вентилятором раскидывает возможно что поддон стал подтекать по чуть-чуть хотя почему она сверху маслянисто думал сальник, здесь посмотрел внимательно сальник коренной, сухой не с него а маслянисто больших подтеков нет ну грязно ну ладно вот он масляный фильтр колпак масляного фильтра вот здесь под этой крышкой есть клапан вот он клапан на него одевается шланг нажимается и сливается масло с колпака но я этого делать не буду я поставлю тазик и откручу колпак масло солью чтобы здесь это место не нарушать я знаю что оно бывает начинает после этого подтекать залазит головка на 36 ставлю тазик сейчас побежит маленькое масло мой колпак лавровое лавровое и аромат и разделом covered как есть вот можно Смотрите продолжение в следующей серии. Оригинальный номер для заказа 06-D-115-562. А внутри лежит фильтр. А, ну нет, оригинальный. Нет, MAN, все верно. Фильтр MAN, как и всегда. Также идет новое уплотнительное кольцо. Стакан. Меняем его. Здесь вот, если посмотреть, есть отлив на резинке. За отлив цепляемся и снимаем колечко. Новое колечко устанавливаем вверх отливом, чтобы потом нам его при следующей замене тоже демонтировать. Вставляем ровненько. И вставляем фильтр. Колпак я помыл. Закручиваем на место. Закручиваем 25,5 Ньютон-метров. Мeroц. Минь. И закручиваю на место колпачок. Теперь сливаем масло. Сливной болт у нас на 19. Сливаем масло. 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 масло. Сливаем масло. масло. Сливаем масло. Сливаем масло. Сливаем масло. И снимаем фильтр. Фильтр уже грязный. Беру новый фильтр. Фирмы Zekert. LF1026. Фильтр для сравнения. Тоже стоял Zekert. Сейчас продую корпус. Затыкая воздухозаборник. Распечатаю фильтр. И укладываю его на место. Закрываю крышку. И закручиваю саморезы. Сильно тянуть не надо, чтобы не срывать резьбу на корпусе. Все. Воздушный фильтр заменен. Я думаю масло стекло. Можно проверить уровень. ПОЛУРОВНЯ. ПОЛУРОВНЯ. Добавляю еще маленькое масло. ПОЛУРОВНЯ. Протираю здесь. ПОЛУРОВНЯ. По бокам, чтобы не потело. Грязь я выдул перед тем, как открутить пробку. и закрываем все меняем салонный фильтр открываем пассажирскую дверь и снизу у нас должно быть нормально снимаем вот этих два барашка 1 и 2 поддеваем и снимаем этот пыльник теперь вот эту крышку берем и сдвигаем вперед цепляем фильтр грязники и вытаскиваем берем новый фильтр новый фильтр фирмы zekert и f3009 к к это обозначение угольный вот такой вот фильтр и заводим его на место сначала заднюю часть камеру зацепил теперь заводим переднюю часть выправляется и встает ровно нижняя часть фильтра она же является и прокладкой вставляем крышку прижимаем ее и сдвигаем все, фильтр у нас установлен заводим на место пыльник заправляем его и закручиваем барашки все, салонный фильтр заменен на этом все замену масляного, воздушного и салонного фильтра а также масла в двигателе я закончил всего вам доброго спасибо 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 Продолжение следует...